Поддержка уже стартовавших проектов и содействие в реализации новых программ. В ближайшее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено выделить республике необходимые средства. Договоренности были достигнуты на рабочей встрече руководителей ведомства Михаила Меня и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Она состоялась в Москве. О каких именно проектах шла речь, подробности в следующем репортаже. Чувашия вновь в числе первых. Недавно стало известно, что в республике начнут реализовывать очередную государственную программу. В регионе построят более 200 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Возводить дома будут уже на подготовленных площадках, что существенно удешевит стоимость. То, что республике это удастся сделать за три года, у федерального министра нет никаких сомнений. В строительном комплексе Чувашии, отметил Михаил Мень, наметился рост. Данные министерства еще координируют государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это стоимость услуг, это качество услуг. Это мы тоже обговорили. В принципе, по всем тем принятым нашим решениям и по утверждению нормативно-правовых документов мы в числе лучших регионов Российской Федерации все свои обязательства выполняем. Обсудили на рабочей встрече и реализацию еще одного важного проекта. В рамках федеральной программы «Чистая вода». В Урнарах закончили строительство одного из групповых водоводов. Сейчас такие прокладывают в Батревском, Шамуршинском и Комсомольском районах. Министр обещал оказать содействие. В региональный бюджет поступит необходимая сумма. Мы понимаем, что средства в этом году не предусмотрены, но средства в 2015 году будут предусматриваться. Мы заранее, опережая события, на сегодняшний день обговорили, как нам правильно подойти к участию в этой программе. Свои же личные условия улучшат и ветераны Великой Отечественной войны. В новые квартиры уже переселились более 5,5 тысяч человек. Районы администрации продолжают ставить их на учет в качестве нуждающихся в жилье. Михаил Мень пообещал содействие в решении этих вопросов. Из федерального бюджета будет выделено 200 миллионов рублей. Новоселье уже скоро сыграют более 200 ветеранов. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.